Здравствуй, дружок! Сегодня ты услышишь сказку про наше родное Лукоморье и заморский остров Буйян. Жил-был в Лукоморье леший. Как-то раз он пошел в лес и нашел чудесное блюдце с волшебным яблочком. Крутится яблочко по блюдцу и рассказывает, что в мире делится. Пришел леший к себе в избушку, поставил чудесное блюдце, крутанул по нему волшебное яблочко и услышал. Здравствуйте, уважаемые блюдце-слушатели! Заморский голос начинает свои передачи на русском языке. У нас на острове Буяни 4 часа дня. «В Лукоморье полночь». В программе этого часа последние известили. Как стало известно нашему лукоморскому корреспонденту из осведомленных кругов, легендарный герой Илья Муромец в прошлом был репрессирован. И сидел 30 лет и 3 года без права выезда из Буромской области. Его товарищи по оружию Алешу Поповича перевели на работу в узбекскую сказку «Хаджуй на Средину». Официальные власти Лукоморья по-прежнему продолжают утверждать, что причина бессмертия Кащея в бесплатной медицинской помощи. Между тем и на нашем острове ведутся большие работы по омоложению организма. Недавно лабораторию по омоложению посетил сам президент нашего острова. Ученые предложили ему отведать специально выведенные искусственные молотильные яблочки. Президент надкусил яблочко и пошутил, что, вероятно, оно слабит, как настоящее. Через несколько минут все окружение президента смогло убедиться, что он обладает даром предвидения. Через неделю после этой дегустации личный врач президента заявил, что, несмотря на отсутствие внешних признаков омоложения, президент уже начал впадать в детство. Говорит заморский голос, продолжая передачу последних известий. Правительство нашего острова отвергло дноту лукоморья в связи с размещением в лукоморских границ наших огнедышащих драконов и змей-горыночей с разделяющимися пальными головками. Наше правительство заявило, что огнедышащие драконы установлены исключительно с мирной целью вскипятить на них чайку. Заслуживающие доверия источники сообщают, что в лукоморье скоро не увидят очередей со спиртными напитками. Каждому алкоголику будет выдана шапка невидимка. По другим сведениям, будет сделана только одна большая шапка, которой просто накроют сами спиртные напитки. Мужья и жены во многих лукоморских семьях работают в разные смены, поэтому у них существует единственный способ завести ребенка. наскрести его по стусекам и потом скатать в колобок. При этом жены никогда не консультируются с врачами-специалистами. Вероятно, поэтому лукоморские колобки так неказисты, на вид. У нас консультация с врачом обязательна для всякой культурной, буянской женщины. Поэтому наши колобки так симпатичны, и один к одному напоминают приятное лицо врача-консультанта. В одном из королевств объявлен персоной нонграта лукоморский агент Иван, долгие годы прикидывавшийся там дурачком. Иван был задержан девицей легкого поведения дюймовочкой в тот момент, когда он, по ее утверждению, срисовывал с указательного камня секретную схему дорог. Направо пойдешь, клад найдешь, налево пойдешь, от жены умрешь. В ответ на это в лукоморье был тотчас задержан королевский агент Оловянный Солдатик, взятый с поличным в тот момент, когда он списывал со стены секретную надпись «Спартак чемпион, ЦСКА конюшня». В лукоморье где-то любят говорить о своей моральной стойкости, откровенная порнография уже проникла даже в детские сказки. Так в одной из них некая Машенька спит в кроватке медведя. «Кто спал в моей кроватке?» Рыча спрашивает медведь, делая вид, что не знает. В другой сказке мышка-нарушка говорит первому встречному открытым текстом «Я мышка-нарушка, иди ко мне жить». В связи с недовольствием по поводу недавнего посещения наших президентов могил злодеев, Госдепартамент выступил с соответствующим заявлением. В заявлении говорится, что президент предполагал посетить могилы злодеев с единственной целью – плюнуть на них. И только отсутствие слюды в тот момент помешало ему это сделать. Президент сказал, что вся слюна ушла на слабо развитые страны. Мы передавали краткую сводку новостей дня. Наши передачи окончены. Мы вернемся в эфир через 6 часов. Чтобы нас хорошо слышать, необходимо сделать, дорогие блюдца-слушатели следующее. Мелко порежьте 4 вареных яйца, посолите, отварите лапшу, когда она будет готова, откиньте ее на грушлаг, отдайте холодной водой и повесьте ее себе на уши. До встречи в эфире, уважаемые блюдца-слушатели. АПЛОДИСМЕНТЫ